Криптовалюта падает прямо на моих глазах. И люди беспокоятся, стоит ли продавать, покупать, что вообще происходит. Я увидел это, быстро бросил свои дела, приехал домой и теперь снимаю это видео для тебя. Сегодня обсудим причины, перспективы и, конечно же, ответим на вопрос, что делать. За последние несколько часов биткоин упал с 48 до 43 тысяч долларов. Мы говорили о том, что цена биткоина после отскока от нижней линии CPR вот здесь должна хотя бы раз протестировать эти линии CPR на поддержку снова. Это и происходит прямо сейчас, но каковы причины? Не только лишь криптовалютный рынок падает. Гонконгский индекс теряет более 3% на фоне проблем China Evergant, чьи акции упали на 13%. Компания находится на грани дефолта, и этот дефолт может оказать эффект домино на весь рынок в Китае. Китайские рынки находятся из этого в нерешимости и тянут за собой остальные, в том числе и криптовалютные, потому что Китай является одним из крупнейших рынков для биткоина и криптовалют. Как мы знаем, в Турции экономические дела обстоят не очень, а национальная валюта лира совсем не крепкая. Именно поэтому турецкие граждане очень любят крипту. Например, в этом году запросы по слову биткоин в гугле из Турции выросли на 500% после очередного падения стоимости лиры на 17% за один день. Кроме этого, страна работает над цифровой лирой, своей собственной цифровой валютой. Очевидно, как и Китай, Турция будет пытаться выдавливать негосударственные цифровые валюты из страны. Именно поэтому на днях президент Турции заявил, что страна находится в состоянии войны с криптовалютами. Сценарий очень похож на китайский, не так ли? Видимо, наша теория о том, что выпуск цифровых валют центральных банков приведет к войне с негосударственными криптовалютами, не столь бредовая, как казалось раньше. Три месяца назад, в конце мая, я снимал видео о том, что криптовалютные биржи в Южной Корее находятся под угрозой. И вот что происходит 17 сентября. Корейский регулятор собирается закрыть 35 криптовалютных бирж уже в ближайшее время. Похоже, инвесторы в этой стране либо продают свои криптоактивы на этих биржах, либо выводят их. Что тоже может добавить топливо в это падение биткоина и крипторынка, которое мы наблюдаем сейчас. Еще одно событие, которое может провоцировать неопределенность в настроениях инвестора, связано с ФРС США. Федеральная система США в последнее время активно покупала акции и прочие активы, чтобы стимулировать экономику. Это причина, почему фондовый рынок постоянно пробивал новые исторические пики. Ведь огромное количество денег вливалось в активы федеральной системой. Теперь ФРС США намекает на то, что на этой неделе официальные лица сообщат о поэтапном прекращении стимулирования экономики уже в ноябре. То есть они постепенно начнут прекращать накачку экономики деньгами. Что же с ней будет после этого? А что произойдет с фондовыми и остальными рынками? Вот чего боятся инвесторы сегодня. Итак, неопределенность китайских рынков, закрытие криптовалютных бирж, страхи инвесторов перед лицом прекращения накачивания экономики деньгами – все это является тем двигателем, который направляет рынки вниз. В том числе и криптовалютный рынок. И если ФРС действительно станет причиной нового черного лебедя, мы можем увидеть и вот такое мартовское падение всего фондового рынка и, соответственно, криптовалютного тоже. В марте из-за коронавирусных опасений рынок потерял более 40%. Биткоин же в это время упал с 10 до 3 тысяч долларов. Страшно, да? Но это было огромной финансовой возможностью. Вот что произошло с рынком спустя полтора года после этого падения. Он дал огромное количество иксов. Биткоин за это время, даже учитывая вот это падение, с 64 до 44 тысяч долларов, вырос в 15 раз. Он дал 15 иксов с момента мартовского пролива. Если мы сейчас увидим такой же пролив процентов на 50, я куплю столько биткоинов, сколько смогу. Конечно же, без ущерба для своей финансовой стабильности. Сентябрь всегда был красным месяцем для биткоина. За случаем лишь нескольких исключений. Но разве это плохо? Наоборот, это хорошая возможность для покупки. Мы покупаем на падениях, а продаем на росте. Это сложно сделать, но только так и можно заработать на криптовалютном рынке. Даже президент Сальвадора это понимает. Он сообщил о том, что на этой просадке Сальвадор купил еще 150 монет. Они не смогут победить тебя, если ты будешь покупать просадки, пишет он. И добавляет, что это президентский совет. А что касается биткоина, про краткосрочные его перспективы мы уже говорили в прошлых видео, называя цели для его движения. Сейчас я хочу поговорить про более долгосрочный период. Просто посмотри на это сравнение циклов 2013, 2017 и 2021. Все эти годы выглядят очень похоже. Мы видели достижение исторического пика, падение, консолидацию и продолжение роста. При этом заметь, что индекс относительной силы показывает все один и тот же паттерн. Сначала он находится в нисходящем тренде, затем в консолидации, затем в прорыве вверх. Здесь то же самое. И здесь то же самое. Очень-очень похожая ситуация. С точки зрения технического анализа, я даже не буду утомлять тебя 10-минутным рассказом про трендлайны и индикаторы. С моей точки зрения там толком ничего и не поменялось. Все так же, как мы и говорили. Конечно же, может произойти все, что угодно. Сейчас мы до сих пор находимся в этом глобальном канале. Как ты видишь, сейчас мы отскочили от этого важного трендлайна. Если он в итоге окажется сопротивлением, то нас ожидает падение. Если же он останется поддержкой, то нас ожидает продолжение роста как минимум до следующего трендлайна. Об этом мы уже говорили в прошлых видео и это до сих пор не меняется. Так что очень важно сейчас наблюдать за этими трендлайнами. Как за ними следить? На tradingview.com, абсолютно бесплатном сайте, нужно выбрать индикаторы и здесь найти индикатор «Биткоин. Логарифмические кривые роста». А сейчас я хочу показать тебе сценарий Боба Лукаса из его платной аналитики. Я не уверен, что мне разрешено это показывать на большую аудиторию, но я все же сделаю это. Тем более, что я уже показывал этот сценарий у себя в Телеграме в начале сентября. Кстати, ссылка на Телеграм будет в описании. Боб Лукас говорит о 60-дневных мини-циклах биткоина и сейчас мы находимся на 55-м дне 60-дневного цикла. И в идеале должно быть падение чуть ниже 40 тысяч долларов, как это показано на графике. Самым правильным вариантом поведения, по словам Боба Лукаса, будет держать свою спот-позицию не пытаться ловить дно. Основной сценарий этого трейдера ты видишь у себя на экране. Дно 60-дневного цикла он ожидает в районе 21 сентября. Это будет консолидация либо по цене, либо по времени. Мы или упадем в цене, либо просто наступит время нового цикла без падения цены. Другими словами, постепенное возобновление роста будет, скорее всего, после 20-х чисел сентября. Поэтому сейчас я ожидаю сигнал от Боба Лукаса и постепенно накапливаю стейблкоины. Хочу сделать трейд с 10x или даже 20x плечом на основании сигнала Боба Лукаса. И думаю, что это может быть самая интересная сделка с января 2018 года, поскольку ближайшие 90-180 дней мы должны подходить к пику 4-летнего цикла биткоина. Думаю, что ближайшие 90-180 дней для биткоина это будет финальный рывок экспоненты для его цены. Ну а в случае 50% агрессивного падения цены биткоина, я буду покупать столько монет биткоина, сколько смогу. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Не паникуем. Все будет хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok